САМАРСКАЯ СРЕДА Здравствуйте. Когда работодатель обязан выдавать сотруднику специальную одежду, какие требования предъявляются к специальной одежде? Как часто работодатель должен менять спецодежду сотрудников? В нашей студии Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самары. Дмитрий Владимирович, добрый вечер. Спасибо, что пришли в нашу студию. Добрый вечер. Ну и давайте, наверное, начнем вот с основ, с базы. Давайте разберемся в терминах. Что такое специальная одежда? Вот какие к ней предъявляются требования, чтобы понимать? Ну, на профессиональном языке специалистов по охране труда это все называется, в общем, понятием средств индивидуальной защиты. Сюда же входит у нас с вами и респираторика, сюда же входит и одежда, и обувь, собственно говоря. Очень многие у нас с Женей путают такие понятия, как форменная одежда, как спецодежда и как санитарная одежда, немного не понимая, какого назначения все-таки этих самых вещей. К форменной одежде у нас предъявляется только одно требование, это то, что она должна быть безопасна для ношения самими работниками. Никаких других требований нет. Вот во что работодатель захотел нарядить своих работников с точки зрения, ну, скорее, на корпоративной этике, может быть, еще каких-то своих внутренних убеждений, то он может и наряжать. Задач каких-то может быть? Задач какие-то, да, 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 совершенно верно. А, кстати, вот тогда такой вопрос, пока вот мы не ушли в сторону, вот, допустим, условно говоря, какая-то там, ну, смешная одежда там в ресторане, там, некий там, ну, вот, человек, изображающий некого там мультяшного героя, это специальная одежда или это что-то другое? Нет, это скорее будет относиться уже к какой-то более форменной одежде, да. Опять-таки, если, ну, опять мы разделяем форменную одежду для представителей определенных служб, да, и вот одежда, которую, собственно говоря, носят именно внутри компании, с корпоративным дискодом, с корпоративными, соответственно, какими-то требованиями, но при этом в данном случае мы должны понимать, что она ни в коей мере не должна носить какой-то провокационный характер, соответствовать морально-этическим нормам, не унижать человеческое достоинство посетителей, и человеческое достоинство самих работников, тоже работодателю ни в коем случае забывать об этом, ни в коем случае нельзя. Ну, и также разделяют нас на санитарную одежду. Санитарная одежда, она у нас предназначена для цели защиты как раз клиентов. Вот мы приходим, допустим, с вами в столовую, в ресторан, мы видим, что у нас и повара, у них и колпаки специальные, и курточки специальные, и волосы они убирают под эти колпачки. Для чего? Для того, чтобы, опять-таки, к нам с вами в еду нашу не попали посторонние какие-то вещи. Вот это то есть то, что защищает нас, как потребителей, от того, что может содержаться в организме самого работника. Также выделяет у нас спецодежду, здесь назначение несколько иное. Это как раз защищает самого работника от внешней окружающей среды. Ну, допустим, опять-таки, есть спецодежда, которая направлена на защиту от холода. Вот те, кто люди работают на улице у нас. Есть, наоборот, спецодежда, которая защищает от повышенных температур. Это бывает и те, кто на улице работают в зонах, повышенные, так скажем, с повышенными температурами, на каких-то предприятиях, столетейные по предприятию. Сюда же можем отнести и различную респираторику, то есть это противогазы, это у нас различные фильтрующие устройства. Также спецобувь, которая в том числе должна соответствовать определенным характеристикам, в зависимости от значения этой самой обуви. Иногда работодатели просто не читают ярлычки, что написано на спецодежде, спецобуви, для чего она в первую очередь защищает. Вот не так давно столкнулся с такой ситуацией, когда работник получил травму из-за того, что работодатель неправильно выбрал обувь. То есть он купил обычные ботинки, ну, казалось бы, ботинки и ботинки. Условия труда не учитываются. Есть специальная обувь, которая защищает оскольжение, ну, допустим, там влажные поверхности, какие-то скользкие поверхности. К ним определяются определенные требования. Есть обувь, которая защищает от падения, чтобы на ногу ничего не упало и не привело к травме нашего работника. Ну, есть те, кто защищает как раз от воздействия электрического тока, расправанных металлов. Ну, их на самом деле самое огромное количество. Поэтому работодатель при выборе санитарной или одежды, спецодежды нужно в обязательном порядке учитывать условия труда, в каких трудятся наши работники, в обязательном порядке учитывать профессию, на которой у нас работают люди. Ну, все мы интуитивно, наверное, понимаем, что дворник и электрик, у них спецодежда будет категорически отличаться, потому что у них условия труда, работа у них отличается при принципиальном образе. Ну, и, конечно, читать ярлычки, что же это за спецодежда, к чему она предназначена. Ну, и не забывать про сроки службы у спецодежды, так как и у любого продукта есть определенные сроки носки и сроки действия. – Вот здесь тогда важнейший вопрос. Когда работодатель обязан выдавать сотруднику специальную одежду? Потому что жизнь меняется, времена меняются, далеко не всегда в лучшую сторону, к сожалению, так тоже бывает, бывает по-всякому. Ну, просто вот первое, что мне пришло в голову, когда сказали про дворника. Мы помним там по старым фильмам, там по книгам, что когда-то еще до революции у дворника была специальная одежда. Как-то там специальный такой, там, как это, передничек, там, халатную и так далее. То есть у него был вот некий набор одежды, там, валенки и так далее, которые ему, судя по всему, выдавал работодатель. Вот на сегодняшний день, когда я там смотрю на дворников, да я вспоминаю, я сам, будучи студентом, работал дворником, мне специальную одежду никто не выдавал. Вот зимой, летом, вот как ты хочешь, так ты и спасайся от всяческой непогоды. Вот кто, когда, при каких условиях, что обязан выдавать, что не обязан, и если что, как требовать. – Ну, это грубейшее нарушение требований. Трудового законодательства, потому что у нас основная статья для работодателя, 214 статья Трудового кодекса «Обязанности работодателя», и там специально есть пункт о том, что работодатели обязаны выдавать спецодежду работникам. – Обязаны. – Обязаны. Это неприложенная обязанность наших дорогих работодателей. При этом мы должны учитывать, по каким профессиям у нас работают люди, потому что, ну, офисным работникам мы интуитивно с вами понимаем, необходимости по большому счету спецодежды выдавать нет, но, опять-таки, мы будем учитывать, в каких условиях они трудятся. Ну, вот, допустим, характерный пример, казалось бы, профессия бухгалтера. Бухгалтеру спецодежду выдавать не положено. Но если бухгалтер работает на каком-то промышленном предприятии, и он периодически заходит в какой-нибудь цех, где ему по голове может что-то поприлететь, значит, работодатель должен предусмотреть в том числе и дежурную спецодежду, которую, собственно говоря, этот самый работник будет в обязательном порядке надевать. Если мы говорим о дворнике, то настоящий момент требования к обеспечению дворника у нас по сравнению с советскими временами они значительно усилились с той точки зрения, что у нас есть специальные нормативные акты, они бывают отраслевые для отдельных направлений деятельности, так скажем, как это раньше называлось, сфер народного хозяйства. Там, ну, нефтеперерабатывающая промышленность, транспортная, ЖКХ и прочее. Также есть межотраслевые нормы, которые тоже работодатель может вполне себе пользоваться. При этом в этих нормах у нас указывается наименование профессии, указывается перечень, а дальше идет в дополнительном приложении есть еще дополнительные факторы. То есть если человек у нас работает на улице, значит, мы должны учитывать, что может быть жарко, может быть холодно, может быть ливень в том числе. Но если мы берем с вами, для примера, дворника, то у него должен быть в обязательном порядке это костюм, защита от производственных факторов, то есть обычный, так скажем, костюм. Обязательно в порядке обувь, причем обувь у нас будет с вами варьироваться на зимний период, на летний период, потому что на улице у нас с вами будет работать. Ну, конечно. При этом обувь у него должна быть довольно специфической, то есть зимний период, она должна быть теплой, во-первых, во-вторых, не нарушающей движение работника, он же будет с вами активно передвигаться. Кроме того, подошва должна быть в обязательном порядке не скользящая, про фартуку вы уже, в принципе, упоминали, то же самое, не забываем про главные уборы, не забываем с вами про перчатки, которые он будет пользоваться летом, которые он будет пользоваться зимой в том числе. Если мы будем с вами дворнику дополнительно включать, допустим, уборку урн, то там могут оказаться и какие-то жидкости в том числе. Тут уже о резиновых перчатках подумать стоит, не только о тряпочных, что называется. Если он будет у нас с вами работать с какими-то инструментами, то тут тоже зависит от того, какой это инструмент, что мы в обязанности дворнику нашему будем включать, потому что я знаю, что в некоторых ТСЖ дворники у них еще с бензотримерами работают, траву в том числе, кость, там тоже целый перечень. Это вообще отдельная история. Да, там тоже целый перечень у нас идет того, что положено выдавать. Некоторые пользуются мототехникой для уборки снега, там тоже отдельные средства индивидуальной защиты. Поэтому мы с вами должны учитывать и профессии, и факторы. И в обязательном порядке работодатель должен уделять особое внимание износу спецодежды, потому что очень многие наши дорогие работодатели делают, как выдали они работнику спецодежды, и на многие годы о ней забыли. При этом совершенно не следят за тем, в каком состоянии она находится. Иногда приходят контрольные органы с проверкой, но там просто оборванется. Вот реально это больше не назовешь. В обязательном порядке за исправностью, потому что в неисправных средствах защиты работать нельзя ни в коей мере. Причем это должен и работник сам не приступать к этой самой работе. И работодатель должен следить об этом. Тем более, что мотивирующим фактором с этой точки зрения у нас является как раз кодекс административных правонарушений. Потому что необеспечение работников средствами защиты это самое дорогое нарушение, которое у нас есть в области трудового законодательства, точнее в области охраны труда. Там до 130 тысяч рублей за каждого необеспеченного работника. Поэтому представьте, сколько у нас можно средств защиты на 130 тысяч рублей купить. Это довольно большое количество. Мы при этом не забываем, что ни любой костюм, ни любые перчатки у нас с вами, да даже ни любая каска будет относиться к средствам индивидуальной защиты. Для этих целей в обязательном порядке должен быть подтверждающий документ. Либо сертификация соответствия, либо декларация соответствия. Многие у нас работодатели очень любят покупать спецодежду на рынках каких-то, в магазинчиках непонятных. Которым им продать продукцию продадут, а сертификат никакого не выдадут. В данном случае, если инспектор придет к работодателю, даже если он увидит о том, что работник вроде бы во что-то одет. Вроде бы это как бы примерно соответствует тому, чем он должен быть одет. Но при этом у работодателя не окажется этих подтверждающих документов. То есть, мы не можем с вами четко понять, что эти средства защиты именно защищают от вредного того фактора, с которым работник постоянно сталкивается. То инспектор будет считать, что спецодежда просто-напросто не выдана. То есть, это на самом деле серьезнее, чем кажется? Я вот сейчас просто подумал. Ну, конечно, знаете, мы очень плотно работаем с организациями, которые производят спецодежду, которые реализуют ее. И довольно часто у них есть лаборатории, в которых проводятся испытания. Берем двое одинаковых ботинок, проводим одинаковые испытания. Одни выдерживают, другие не выдерживают. Поэтому экономия на спецодежде тоже не самое хорошее свойство. Вы потратите деньги определенные, но при этом эффекта не будет никакого. Работника это не защитит. Поэтому документ, подтверждающий, должен быть. Ну, тем более, что проверить подлинность любого сертификата сейчас, в принципе, довольно несложно. А что для этого нужно? А есть электронные сервисы, то же самое, Росаккредитация. Убиваем туда номер сертификата и смотрим, есть ли вообще такой сертификат или нет. Потому что с поддельными... Поддельной спецодежды у нас на рынке довольно большое количество. Поддельные сертификаты мы тоже с ними, в своей практике тоже сталкивались. Поэтому мы постоянно работодателям разъясняем, что дорогие товарищи, вот вы сэкономили сегодня тысячу рублей на спецодежде. Ваш работник это не защищает. Поэтому вы потом потратите больше денег на реабилитацию и на штрафы этого самого работника. Попритать несчастным случаем с этим самым работником. А, кстати, вот если приходит проверка тогда просто... Ну, понятно, что если, не дай бог, произошел несчастный случай, это как бы трагедия, беда. И тут понятно, если есть причины следственной связи, то есть, условно говоря, там ботинки неправильные, произошла травма именно из-за ботинок, все очевидно. А если просто пришла проверка, то есть это тоже вот штраф, который вы говорили, до 130 тысяч, по-моему, тысячи вы сказали. Да, 130 тысяч рублей. 130 тысяч рублей, максимальный штраф. Это за одного? За каждого. За каждого работника. Ну, здесь у нас какая ситуация. У нас законодатель градирует по степени, по классу этой самой спецодежды. Тут инспектор будет смотреть на то, насколько неприменение спецодежды может привести к негативным последствиям. Но мы с вами прекрасно понимаем, что если мы работнику не выдадим какие-нибудь хлопчатобумажные перчатки едва ли это приведет к каким-то трагическим событиям. Поэтому штраф будет здесь исчисляться значительно меньший. Но если мы с вами не выдаем работникам, работающим на высоте, средства защиты при работе на высоте, это привязи, это каски, те же самые. Если мы электрикам не выдаем диэлектрические перчатки. И ботинки. Ботинки в том числе. Да. Если мы, допустим, не выдаем людям, которые лазят в колодцы, противогазы, те же самые, какие-то фильтрующие устройства. Это однозначно может привести к летальному исходу, к трагическим последствиям. Поэтому здесь работодателям ждать какой-то милости от проверяющих не стоит. Штрафы будут большие, штрафы будут в обязательном порядке накладываться на этих работодателей. Мы с вами почти каждый год фиксируемся в случае, когда у нас люди погибают в колодцах, задыхаются в колодцах опять-таки из-за либо неправильных средств защиты, либо совершенно не выданных средств индивидуальной защиты. Но вот хрестоматийный случай, про который я очень часто рассказываю на своих мероприятиях, которые мы проводим, многочисленных мероприятиях по крайне труда работодателя, напоминаю. У нас несколько лет назад на территории Самарской области произошел случай, когда работник задохнулся в колодце, при этом на нем был противогаз. Казалось бы, как же это может быть? Может быть, если работник думает, что противогаз это вот самая резиновая маска вот с стеклянными глазами. При этом на работнике не было ни каких-то фильтрующих устройств, ни фильтра не было, ни кислородного баллона, ни трубки, выведенные на поверхность. Поэтому не забываем, кстати, о том, что у нас с 1 сентября прошлого года появилась обязанность у работодателей проводить обучение своих работников правильности применения средств индивидуальной защиты. Да, это не будет касаться в большинстве случаев работодателей, в том случае, если они выдают, ну, так скажем, самые простые и понятные средства защиты, перчатки какие-то, кепки выдают, защиты от солнца в том числе. Там неправильно применить их, ну, это надо, собственно говоря, умудриться. Хотя надо сказать, что тоже у нас был в практике расследование случай, когда разнорабочим дали задание перенести стекла. Им дали специальные перчатки для переноса стекла, собственно говоря. Они надели их не той стороной, ну и порезали себе руки. Причем очень серьезно порезали себе руки. Поэтому в отдельных случаях, может быть, работодателям стоит задуматься и дополнительным проведением инструктажей и обучения, в том числе и в данном случае. Хотя в большинстве случаев это касаться будет, конечно, вот тех средств защиты, которые сложно оставные, те же самые. Это вот респираторика, это у нас на высоте, в основном, и в своей массе от этого касается. Вот если говорить о форменной одежде, вот она, насколько вообще это, скажем так, добрая воля работодателя, или все-таки это необходимость? Потому что где вот эта грань? Именно форменная одежда? Да, все форменная. Форменная одежда у нас с вами, опять-таки, нужно смотреть. У нас есть службы, которые обязаны носить форменную одежду, да, это те же самые летчики, те же самые железная дорога, правоохранительные органы. У них есть требования такое, которые они обязаны носить ее. Если работодатель, какая-нибудь коммерческая организация сама вводит у себя такие требования, то, опять-таки, это должно быть регламентировано каким-то локальным документом, чтобы работник мог, соответственно, знать об этой необходимости. Это в обязательном порядке должны быть прописаны в локальных документах. Это в обязательном порядке должно быть исключительно за счет работодателя. Потому что мы тоже иногда сталкиваемся с такой ситуацией, когда работодатель с работников требует, что они должны быть одеты в костюмы, они должны быть еще какие-то требования предъявляют. Но если работодатель считает, что он имеет право предъявлять такие требования, значит, должен обеспечить работнику возможность приобретения этих самых костюмов. И, опять-таки, не за их собственный счет. Значит, это все будет возлагаться на самого работодателя. — То есть это, по большому счету, скажем так, его затратная часть, это его часть бизнеса, соответственно, должен быть исключительно. — Совершенно верно. Если он готов нести дополнительные материальные расходы на это, и, как я уже говорил, это у нас не противоречит требованиям нашего законодательства, ни трудового, ни санитарного, не несет в себе каких-то ущемлений прав работников, то, да, конечно, не имеет права. — Вот тогда в таком случае еще один важный вопрос. Вот это санитарная одежда. Вы уже коснулись частично, да, понятно, что это вот работники кухни и так далее, там медицинские работники. — Врачи, да? — Да, врачи. Да, очевидная история на самом деле. А где-то еще это вот, ну, где это происходит? И главный вопрос, вот всегда ли должен работодатель? Потому что, насколько я знаю, частенько вот бывает такая история, когда работодатель старается переложить вот эту обязанность на своих сотрудников. — Ну, сюда мы можем, ну, вот сразу на память приходят детские дошкольные учреждения, там тоже, в принципе, халатики должны быть у нянечек, вот эти вот, которые с детками у нас работают, у них тоже это больше относится к санитарной одежде. И обеспечение и спецодежды, и санитарной одеждой все ложится на плечи именно работодателя, именно он обязан это делать. Это его непосредственная обязанность. Никакие покупки спецодежды за счет самого работника или санитарной одежды, они не допускаются. — В таком случае вопрос, если вот не выдается, ну, условно говоря, человек приходит работать дворником, там, в условное ТСЖ. Вот ситуация совершенно стандартная, у нас множество ТСЖ и управляющих компаний, соответственно, там работает множество дворников. Ему говорят, ну, иди работай, и ничего не дают, даже перчатки не дают. Ну, или дают в лучшем случае перчатки. Что нужно делать работнику в этой ситуации? Вот вы бы что посоветовали? — Работник может обратиться за защитой своих трудовых прав, а это действительно его трудовые права, потому что мы должны понимать, что неприменение средств защиты, оно все равно сказывается на состоянии здоровья. Это же не просто так законодательство все дело от скуки. А давайте мы выдадим дворнику, вот, допустим, перчатки или костюм. Это же все делается на основании чего? На основании, что выявляются эти самые опасные факторы, которые будут сказываться на здоровье работников, которые, собственно говоря, работают по этой работе. Поэтому он может обратиться и в прокуратуру, и в Государственную инспекцию труда за защитой своих трудовых прав. Если работник не знает, как правильно сформулировать свои требования, если у него есть какие-то вопросы, он может обратиться к нам в отдел охраны труда администрации города Самара. У нас есть Министерство труда занятое иммиграционной политикой Самарской области, там есть специальное управление, которое у нас как раз и занимается вопросами охраны труда. Работникам в обязательном порядке подскажут, расскажут, помогут сформулировать соответственно. Единственное, что ни администрация города, ни Минтруд, ни контрольные органы, мы не имеем права выходить с проверками, но та же самая прокуратура и госинспекция, они в обязательном порядке могут выйти с проверкой в эту организацию, которая как раз и нарушает трудовые права работников. То есть госинспекция, инспекция по охране труда в данном случае имеется в виду? Ну да, инспекция. Вот и еще, вот хотелось бы еще раз уточнить, вот прям предметного времени осталось немного, а вот что касается сроков смены, потому что мы говорили, чтобы работодатель не доводил своих работников до какого-то такого печального вида, чтобы они выглядели как бы уже. Вот это где-то прописывается в каждом виде одежды отдельно или это просто вот, ну, внутренний регламент работодателя, где он понимает, что там раз в год надо поменять, допустим, там сапоги, потому что за год они точно износятся. Это вот как решается? Значит, как в такой ситуации действовать? У нас в отраслевых и межотраслевых нормах выдачи спецодежды у нас как раз прописывается, вот допустим, костюм носится столько для такой-то профессии. Там нормы носки есть. А при этом мы должны еще, когда мы закупим эти самые средства индивидуальной защиты, обращать внимание на сертификат. Сертификат, который прилагается к спецодежде, там указывается срок действия этой самой спецодежды. Сколько раз нас работодатели жаловались на то, что мы купили спецодежду месяц назад, посмотрели сертификат, а она, собственно говоря, будет, сертификат через месяц заканчивается. Поэтому тоже на эти обращайте внимание. Если срок действия сертификата истекает до того периода, на который вы рассчитываете, что у вас спецодежда еще будет носиться, значит, наверное, не стоит приобретать такую спецодежду. Есть у нас такие неблагонадежные продавцы, которые, хотя они должны снимать такую спецодежду с продажи, но, к сожалению, есть такие, кто и, собственно говоря, не брезгует этим. Также нужно учитывать ваши реальные условия труда, в которых трудятся у нас работники. На бумаге может прописываться, что, допустим, костюмы защиты от общепроизводственных факторов, они срок носки год, но в ваших условиях у вас настолько интенсивная работа, что они у вас, может, за полгода уже снашиваются. Поэтому мы должны обращать еще и на реальные условия труда, в каких у нас трудятся работники. Тоже часто задают вопрос, а вот, может быть, стоит нам вот сейчас закупить там на 10 лет вперед спецодежду, да? Ну, нельзя, потому что сертификат... Да, опять-таки, нельзя, потому что срок действия сертификата у нас, он не бесконечный, очень многие от этого страдают, такие запасливые организации, которые мотивируют, что в настоящее время, да, цены могут расти, но, к сожалению, вот настолько затариться мы с вами не можем. Спасибо за интересную содержательную беседу, и я надеюсь, что наши работодатели будут теперь внимательно подходить к этому важному вопросу. Напоминаю, в нашей студии был Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самары. Берегите себя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова